Фонд поддержки экологических и социальных инициатив «Восточный порт» в рамках программ комплексного развития поселка продолжает радовать жителей Врангеля добрыми делами. В летние месяцы ремонтно-строительные работы кипят на ключевых объектах социальной инфраструктуры. Так, в новом учебном году школу номер 19 ждут перемены. В честь 40-летия учебного заведения холл второго этажа отремонтируют в стиле Восточного порта. С таким предложением выступила директор школы Лариса Медведева. Здесь мы планируем фотографии Восточного порта на этой стороне. Я думаю, что эта идея воплотится в жизнь. И 1 сентября мы увидим хороший, красивый холл. В ремонте используют современные износостойкие материалы. Сейчас уже произведена замена отопительной системы, потолка. На полу лежит ламинат, окна с широкими пластиковыми подоконниками. Стены готовят к покраске в корпоративно-белый-синий цвет акционерного общества «Восточный порт». Кроме того, на стенах будут размещены стенды с выпускниками, которые трудятся в ведущей стивидорной компании. Здесь работают две бригады. Одна – стойлеры. Это будут по замене дверных полотен. И бригада – маляры штукатуры. Они сейчас выравнивают стены. Выравнивают, и там началась уже зачистка. С той стороны идет уже покраска, грунтовка стен. А потом уже по этой грунтовке будут выполняться чистовые работы. Не секрет, что в Находкинском городском округе существует проблема нехватки учителей и сотрудников медучреждений. В этом году с целью привлечения специалистов администрация города совместно с «Восточным портом» выделили социальное жилье и средства на ремонт жилых помещений во Врангеле. В квартире уже проведено освещение, отремонтированы стены и пол, ведется отделка санузла. И в настоящий момент есть учитель химии, который будет работать у нас в школе в 20-й. И квартира готовится конкретно для того, чтобы учителя могли пользоваться этой квартирой. Также при материальной поддержке фонда «Восточный порт» крыльцо на территории школы номер 20 во Врангеле планируют привести в соответствующий безопасный вид. Новые ступени с антискользящим покрытием и поручни. В дальнейшем проект предусматривает установку пандусов для маломобильных граждан. У нас школа построена в 1990 году и с этого времени ремонт крыльца не проводился. А, к сожалению, такое основание, плитка, которая в зимнее время года, она очень скользкая. Конечно, это большой риск травматизма. Школа – это территория безопасности. А у нас, получается, мы всегда ходим в напряжении. Кроме того, к началу учебного года изменения ждут детский сад номер 65. Благодаря фонду «Восточный порт» учреждение приобрело современную бытовую технику для пищеблока и прачечной, взамен старый и сживший свой срок. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Во-первых, на площадке для прогулок установят ограждения и теневые навесы в беседке. Полностью будет изменена комната психолога. Появятся тактильные дорожки, песочницы, светодиодные лампы, пузырьковые панели для релаксации. Сенсорная комната очень важна, потому что оборудование, которое там будет размещаться, оно необходимо для развития полноценной психики детей. Это и восприятие, и цветоощущение, и развитие памяти. И, конечно же, это сенсорная интеграция, благодаря которой дети развиваются полноценно и гармонично. А так как у нас в детском саду есть группа для детей с ОВЗ, то создание сенсорной комнаты – это наиболее эффективное и эффективное место, где дети могут развиваться полноценно. Фонд «Восточный порт» все больше привлекает молодежь к волонтерскому движению. По собственной инициативе девчонки и мальчишки активно участвуют в благоустройстве поселка, помогают ветеранам и пенсионерам, участвуют в экологических акциях. А к 1 сентября волонтеры фонда красят забор на территории школы номер 18 в Аврангеле. Стоит отметить, что сегодня фонд реализует 12 программ социального развития – безопасность, ветераны, дети, духовное развитие, здоровье, историческое наследие, команда Восточного, комфортная среда, культура, образование, социальная поддержка и спорт.